Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодня мы говорим о последнем прошении главной христианской молитвы – молитвы Отче наш. И это последнее прошение звучит так. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Это прошение с глубокой древности вызывало непонимание и подвергалось всевозможным толкованиям. Прежде всего, что может означать «это не введи», значит ли это, что сам Бог искушает нас, посылает нам те страдания, испытания, искушения и сомнения, которыми наполнена наша жизнь и которые делают ее так часто такой мучительной и сложной. Или иначе, неужели сам Бог мучит нас хотя бы для того, чтобы в конечном итоге это мучение, скажем, просветило или спасло нас? Далее, о ком идет речь, когда мы молимся, чтобы избавил нас Бог от лукавого? Слово это переводили и переводят просто как «зло», «избави нас от зла». Ибо греческий оригинал, апоту пониру, этот оригинал может быть переведен и как от злого, и как от зла. Но, рассуждая так или иначе, остается все тот же вопрос – откуда же зло, если есть Бог? Почему же в мире все время торжествует зло и торжествуют злые? И почему присутствие сил зла настолько очевиднее присутствие силы Божьей? Если есть Бог, как Он допускает все это? И если, скажем, спасет меня Бог, то почему же Он не спасает всех тех, кто так очевидно страдает и гибнет? Мы же это видим вокруг нас. Сразу скажу, что вопросы эти не могут получить легкого ответа. Или еще яснее, на них вообще нет ответа, если под ответом разуметь рациональное, разумное, так называемое объективное объяснение. Все попытки так называемой теодицеи, то есть рационального объяснения существования в мире зла при наличии всемогущего Бога, были неудачными и неубедительными. Против этих объяснений сохраняет всю свою силу знаменитый ответ Ивана Карамазова у Достоевского. Помните? Если будущее счастье построено на слезинке хотя бы одного ребенка, я почтительнейше возвращаю билет на такое счастье. Но что же тогда ответить? Тут-то и начинает, может быть, раскрываться смысл, и даже не столько смысл, сколько внутренняя сила последнего прошения молитвы Отче наш. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Ведь зло прежде всего приходит к нам именно как искушение, приходит как раз как сомнение, разрушение веры, воцарение темноты, цинизма и бессилия в нашей душе. «Страшная сила зла не столько в нем самом, сколько в разрушении им нашей веры в добро и в то, что добро сильнее зла. Вот это и есть искушение». И даже сама попытка объяснить зло, узаконить его, если так можно выразиться, узаконить какими-то рациональными объяснениями, есть все то же искушение, есть внутренняя сдача поражения перед злом. И необходимо помнить, что христианское отношение к злу как раз и состоит в том, что зло не имеет никакого объяснения, никакого оправдания, никакой основы, что оно есть плод восстания против Бога, отпадения от Бога, отрыва от подлинной жизни, и что Бог не объясняет нам зло, а дает нам силу бороться со злом и дает нам силу побеждать зло. И победа эта, опять-таки, не в том, чтобы мы поняли и объяснили зло, а в том, чтобы мы противопоставили ему всю силу веры, всю силу надежды и всю силу любви. Ибо вера, надежда и любовь и есть преодоление искушения, ответ на искушение, победа над искушением, и поэтому победа над злом. И именно эту победу одержал Христос, вся жизнь которого была одним сплошным искушением. Ведь вокруг него все время торжествовало зло во всех его видах, начиная с избиения невинных детей при его рождении и кончая страшным одиночеством, предательством всех, физическими мучениями и позорной смертью на кресте. В Евангелии есть в каком-то смысле рассказ о торжестве зла и о победе над ним, рассказ об искушении Христа. И обратите внимание, «Христос ни разу не объяснил и поэтому ни разу не оправдал и не узаконил зло. Он все время противопоставлял ему веру, надежду и любовь. Он не уничтожил зло, но он явил силу борьбы с ним и эту силу оставил нам». И вот как раз об этой силе мы и молимся, когда говорим «И не введи нас во искушение». Про Христа сказано в Евангелии, что когда он изнемогал один ночью в Гефсиманском саду всеми брошенный, когда он начал, как говорит Евангелие, скорбеть и тосковать, когда, иными словами, легла на него вся тяжесть искушение, явился ангел с неба и укреплял его. Вот об этой таинственной помощи молимся и мы, чтобы в зле, в страдании и искушении не дрогнула наша вера, не ослабела надежда, не иссякла любовь, чтобы не воцарилась тьма зла в нашей душе, и не стала сама источником зла. Молимся о том, чтобы мы доверились Богу, когда верился Ему Христос, о том, чтобы разбивались о нашу силу все искушения. И мы молимся также о том, чтобы избавил нас Бог от лукавого, и тут дано нам еще одно не объяснение, а откровение, откровение о личном характере зла, о личности, как носителе и источнике зла. нет действительной сущности, которую можно было бы назвать ненавистью, но она является во всей своей страшной силе, когда есть ненавидящий. Нет страданий, но есть страдающий. Все в этом мире, все в этой жизни лично. И потому об избавлении не от какого-то безличного зла, а от этого злого молимся мы в молитве Господней. источник зла в злом человеке. А это значит, в человеке, в котором зло парадоксально и страшно стало добром, и который живет злом. И, быть может, именно здесь, в этих словах о лукавом и дается нам единственно возможное объяснение зла. Потому что здесь раскрывается нам оно не как какая-то безличная сущность, разлитая в мире, а как трагедия личного выбора, личной ответственности. личного решения. Но потому-то и только в личности, а не в отвлеченных структурах и устроениях побеждается зло и торжествует добро. Потому-то и молимся мы прежде всего о самих себе, ибо всякий раз преодолевается в нас искушение, всякий раз выбираем мы веру, надежду, любовь, а не тьму зла. Воистину, начинается в мире в какой-то мере новый причинный ряд, открываются новые возможности победы. И поэтому по-особому звучит наша молитва, ее завершающие слова «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». не введи нас «Мед 그냥 в новом си方, но избави нас так. Если вы из predict appoint Субтитры создавал DimaTorzok